В эфире «Утро Карачаева Черкесия» на телеканале «Россия». Всем доброе утро и начинаем новый день марта с погоды. И местами 1,6 со знаком «плюс». Черкесский небольшой дождь, ночью и утром туман, ветер восточный 6,11 метров в секунду. Температура ночи 0,2, а днем 9,11 градусов тепла. Сегодня в России знаковые события. Начинаются выборы президента страны. С 8 утра уже открылись избирательные участки. В Карачаево-Черкесии постарались создать комфортные условия для всех категорий граждан. Наш корреспондент Артур Мхце накануне посетил участок в Черкесии, на который 15, 16 и 17 марта придут исполнить свой гражданский долг люди с инвалидностью по зрению. Жительница региональной столицы Валентина Петровна – частый посетитель этой специализированной библиотеки. Но сегодня особый случай. Людям с инвалидностью по зрению должны рассказать о созданных для голосования на выборах президента России условиях. Тем более, что многие из читателей этого учреждения непременно придут на избирательный участок. Я приду с сопровождающим, потому что я не владею чтением Брайля. Но вы придете непременно. Почему? Непременно приду, потому что это наш гражданский долг. Болею за свою страну, за свою Россию. Впрочем, на встречу с представителем участковой избирательной комиссии пришли и те, кто в совершенстве владеет чтением по системе Брайля. Им детально рассказали о процедуре голосования. У нас тайное голосование. Вы пройдете в специально отведенное место кабинку. В кабинке вас будет ждать вот такой трафарет. На трафарете, значит, на первом листе у нас идет написано, все написано шрифтом Брайля. То есть рельефно-точечный шрифт. Информация на трафарете идентична той, что значится в бюллетене. Избирательный бюллетень для голосования на выборах президента Российской Федерации 17 марта 2024 года. А тем временем сам избирательный участок в здании регионального отделения Всероссийского общества слепых готов к приему людей. На стендах представлена информация о кандидатах и процедуре голосования. Тех же, кто придет на участок в первый раз, либо с детьми, а также горожан от 80 лет, ожидают приятные сюрпризы. Артур Мухце, Мухаммед Ашебоков, Вести Карачаева, Черкесия. До встречи в эфире.